Сюрприз! Не ждали? А мы вернулись! Друзья, целый год для вас вели эту программу, ведущие с разных факультетов. И мы уже не могли дождаться, когда же снова вернемся и скажем вам... Привет-привет! С вами Игорь Турков и Ольга Ханнист. И мы начинаем праздничный выпуск программы «Все и сразу». В предновогодней атмосфере уже стала традицией подводить итоги года уходящего. Каким же он был в 2017 для нашего университета? Возможно, тяжелым, а может быть, ярким, позитивным, насыщенным или даже романтичным. А может быть, все и сразу? Узнаем у наших студентов и преподавателей, какие впечатления оставил этот год и что стало самым ярким событием в жизни каждого. Поехали! Отрываем последние листки на нашем импровизированном календаре. Этот год мне запомнился многими приятными вещами, но прежде всего поступлением в аспирантуру. У нас в университете как раз открылась новая специальность на филфаке, в любимом. И вообще очень много всяких хороших возможностей, чтобы заниматься наукой для всех, и для очников, и для заочников. 2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. В Витебском государственном университете исследовательская деятельность никогда не останавливалась, а лишь набирала обороты. Как вступить в ряды молодых ученых и превратить свой научный старт в масштабный стартап? Научная деятельность в университете охватывает множество областей знаний и направлений. Каждый студент и преподаватель может выбрать сферу по своим интересам и актуальности. Главное – начать. Научная деятельность в нашем университете развивается очень и очень активно. Направления самые разные. Это и фундаментальные, это и прикладные исследования, это научные разработки, это международные проекты. В этом году стартап-форум инновационных проектов молодых ученых ВГУ собрал всех неравнодушных к исследованиям и жаждущих совершить свое неповторимое открытие. 2017 год – это год науки, поэтому в этот год университет становится не только центром научной деятельности, но и центром инновационной деятельности. В связи с этим цель нашего стартап-форума – дать возможность молодым ученым привить себя в области науки и инновации. Мастер-классы для молодых ученых, выставка научных достижений города Витебска стали площадкой для обмена опытом как внутри университета, так и между вузов, а также вдохновили студентов и преподавателей в начало своей исследовательской деятельности. В нашем университете сделано все для молодых ученых. Во-первых, это аспирантура по разным направлениям, то есть хотите заниматься педагогикой, ради бога, хотите заниматься психологией – то же самое. Торжественное награждение победителей по номинациям «Физико-математические и технические науки», «Общественные, гуманитарные и естественные науки» открыло новые имена молодых ученых, которые готовы применять предметы своих тем не только в теории, но и на практике. Секрет таких стремлений кроется, конечно же, в заинтересованности выбранной области. Первое, чего надо начать – это чтение. Надо достаточно много прочитать книг, интересоваться периодическими изданиями, и как только глаза твои загорятся, когда станет действительно интересно и появятся какие-то вопросы, вот с этого момента надо расширять свои знания, углублять их, и такой интерес, как правило, приводит к какой-то науке, пускай это начальный уровень, студенческая наука, но это первые шаги. В 2017 году было много интересных событий и мероприятий, как и в рамках университета, так и на уровне республиканском, и на уровне международном. Перечислять все события – это очень много времени. Если говорить о наших самых ярких и массовых событиях культурной жизни университетской, это масленица, в которой активное участие приняли и иностранные студенты, это посвящение студенты и, конечно же, осенний фестиваль «Арт-осень» в ИГУ, который в этом году был наполнен новым содержанием, новыми интересными проектами и был интересен всем и преподавателям, и студентам. На международном уровне наши студенты завоевали на республиканском международном уровне 37 дипломов, лауреатов и дипломантов, конкурсов различного уровня и спортивных мероприятий. Итог всех событий, итог был подведен на 17-й республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и студенческого творчества, которое проходило в Минске в апреле этого года. Мы туда поехали небольшой, но очень интересной, креативной, творческой командой и показали не только литературу, а все, на что способны наши студенты. А телевидение Витебска государственного университета, единственное из всех вузов, смогло на профессиональном уровне осветить все события выставки. С 26 по 29 апреля в Минске проходила 17-я республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Правильный профессиональный выбор. Уверенное будущее молодого поколения». Чтобы быть уверенным в своем будущем, важно не ошибиться в выборе своей профессии. Республиканская выставка, представляя огромный спектр учебных заведений нашей страны, помогает определиться и принять, пожалуй, самое важное решение в жизни. На экспозициях выставки было представлено более 5000 экспонатов, среди которых научно-методические материалы, литература и презентации преподавателей сотрудников университетов, а также мастер-классы и круглые столы. Учебные заведения Республики Беларусь ответственно подошли к теме выставки и привезли с собой лучшие достижения и разработки. Раз в два года определяют наиболее актуальную тематику, и затем вузы обдумывают, готовятся. Организационных моментов достаточно много для того, чтобы вуз участвовал в этой выставке. Он должен осознать, естественно, главную задачу, поставить свои собственные цели, определить, что имеется для этой выставки, есть ли чем похвастаться. Каждый вуз провел исследовательскую и подготовительную работу, тщательно отобрал все лучшее, чем смог удивить пришедших на выставку абитуриентов. Такой невероятный шанс обменяться опытом с ведущими вузами, среднеспециальными учреждениями и различными образовательными центрами появился благодаря широкому охвату выставки и ее масштабности. О масштабах говорит в целом система образования, потому что если бы мы хотели показать весь научно-методический и педагогический опыт нашей республики, то, наверное, не нашлось бы такого помещения, где можно было бы это разместить. Своё будущее на этой выставке искали и определяли не только абитуриенты, но и учебные заведения. Ведь успешное процветание каждого вуза заключается в молодых и инициативных учащихся. Современное образование не стоит на месте, а чтобы идти в ногу со временем, необходимо изучать опыт своих коллег. Мы для этого и собираемся, и показываем опыт, в том числе на этих выставках, чтобы сверять часы и двигаться дальше. Поэтому я уверен, что у этой выставки очень хорошее будущее, равно как очень хорошее будущее у каждого заведения, которое здесь показывает и рассказывает о своей работе. Для подготовительного отделения этот год был очень насыщенным и успешным, потому что мы провели столько много интересных профориентационных мероприятий, и как итог, вы представляете, более 1200 абитуриентов, с которыми мы встречались в течение всего года, стали студентами-первокурсниками нашего университета. И нам очень приятно, что среди них есть и слушатели нашего подготовительного отделения. Они сейчас получают специальности на всех факультетах нашего университета. 12 июля в Витебском государственном университете стартовала приемная кампания. Для всех абитуриентов страны это ответственный период, когда важно принять решение и сделать свой правильный выбор. Творческие коллективы вуза превратили центральный вход университета в концертную площадку, поприветствовав абитуриентов и рассказав 10 причин поступить в ВГУ. Традиционно первые абитуриенты, переступившие порог вуза, были отмечены памятными сувенирами и подарками в виде буклета и керамического символа ВГУ. Будущие студенты выбирают ВГУ по разным причинам. Для кого-то это семейная традиция, кто-то выбрал для себя перспективную специальность или стремится получить профессию мечты. Я собираюсь поступать на исторический факультет. ВГУ я выбрала, потому что это династия. 25 лет назад этот университет закончила моя мама, но именно поэтому она мне и прорекламировала это заведение, так как здесь качественное образование и прекрасные педагоги. В переполненном университете можно встретить не только волнующихся абитуриентов, но и их родителей, которые приехали поддержать и дать совет, посмотреть на будущее учебное заведение или вспомнить свои студенческие годы в ВГУ. Этот вуз, наверное, дает такое очень хорошее классическое педагогическое образование. Я благодарна своим учителям. Я закончила факультет дошкольной педагогии и психологии. Это мне помогло и как специалисту, и как маме. Для своей дочери я, естественно, пожелала бы того, чтобы она тоже получила те знания, которые ей помогут и в общении с людьми, и в то же время она получит профессиональное хорошее образование. Первый рабочий день приемной комиссии показывает, что желание абитуриентов стать частью ВГУ остается неизменным. И у каждого на это есть свои особые причины. От преемственности поколений до широкого выбора актуальных специальностей. Хо-хо-хо! Merry Christmas! Этот год, конечно же, запомнился поступлением в Витебский государственный университет. Ведь всего полгода назад мы только переступили порог школы, и это был очень тревожный и волнительный момент. Но университет предоставил нам все условия для того, чтобы мы влились в коллектив. Примером может послужить неделя первокурсника, где мы все разнакомились и отлично провели время. Первое сентября – день знаний, начало нового учебного года, а для первокурсников – новой, невероятной студенческой жизни. Проект недели первокурсника 2017, направленный на успешную адаптацию, объединил всех вчерашних абитуриентов музыкой, танцами и мечтами. Проект направлен на успешную адаптацию студентов первого курса в новой для себя среде. Он направлен на проявление интеллектуальных, творческих способностей. Но, что самое важное, он направлен на понимание того, что каждый студент, поступивший в наш университет, это часть большой, дружной семьи, семьи Витебского государственного университета. На факультетах студентам первого курса были торжественно вручены студенческие билеты, билеты в новую увлекательную жизнь в ВГУ. Акция «Виват первый курс» – поздравительная программа и танцевальный флешмоб, к которому мог присоединиться любой желающий, заряжала студентов хорошим настроением между парами. Акция «Капсула времени» дала возможность первокурсникам пофантазировать о своем будущем, о том, кем они видят себя после окончания университета. Я написала вкратце, написала, что я вижу себя счастливым человеком, я найду себя в жизни и в моих близких все будет хорошо. Я написала, что я хочу прославиться в художественной деятельности и не только. Несмотря на то, что мы вместе, только первый день, мы уже знаем все друг друга, мы сдружились, я хочу, чтобы это так же и оставалось. Я очень рада, хочу, чтобы все в следующие пять лет мы оставались в таком же дружном и хорошем коллективе. Шанс продемонстрировать свою эрудицию и широкий кругозор представился первокурсникам уже в первую неделю учебы на интеллектуальном турнире. Впервые для студентов-первокурсников был организован активный тренинг «Веревочный курс». Бесценный опыт командной работы, новые знакомства, творческий поиск, принятие нестандартных решений, придуманные тактики и стратегии. Разделившимся на команды первокурсникам предстояло пройти квест из десяти испытаний на станциях, расположенных по всей территории университета. Селфи у статуи, каверзные вопросы, поедание любимых студенческих сосисок на скорости, даже караоке. Это самые яркие мероприятия за эти четыре дня. Нам очень понравилось, мы познакомились со многими ребятами. Спасибо, нам очень понравилось. Я считаю, что это очень интересно. Организаторы, безусловно, постарались, создали прекрасные условия в этом, безусловно, великолепном университете имени Петра Мироновича Машерова. Мы походили, поиграли. Это все очень весело, здорово, замечательно. Держать себя в форме тоже интеллектуально, поразвиваться. Студенчество, пожалуй, самая беззаботная и счастливая пора. Однако настоящим студентом можно стать только после обряда посвящения. Большой праздник, открывающий новую страницу в жизни молодых людей, прошел в главном корпусе университета. В холле первого этажа в этот день расположилась выставка достижений университета в области науки, образования, спорта и культуры за пять прошедших лет. По традиции, посвящение в студенты ВГУ, которое в этом году прошло под слоганом «Вместе генерируем успех. Время открытий» началось с торжественной части. Приветствовать новичков в этот праздничный день пришел весь профессорско-преподавательский состав университета во главе с ректором Алексеем Владимировичем Егоровым. Атмосфера, как вы сами можете видеть, самая праздничная. Мы сегодня здесь встречаем первокурсников, людей, которые через четыре года станут профессионалами своего дела, но пока они, наверное, об этом не догадываются. И те специальности, которые они выбрали, это некая реализация мечты, наверное, которую каждый вынашивал с детства. А вот уже через четыре года, когда мы в этом же зале будем вручать дипломы, наверное, это мечта, которая станет уже реальностью. И хотелось бы пожелать первокурсникам, чтобы их мечта действительно реально воплотилась в жизнь. Я студент лучшего вуза, Но гордиться будет страна моя. Хо-хо-хо-хо! Merry Christmas! 2017 год 2017 год мне запомнился массой творческих событий, учебным процессом очень интересным. И главное наше событие на Hot Graph это неделя дизайна, которая нас всех объединила, заставила подумать, поработать, где-то похулиганить. И я думаю, в следующем году это тоже повторится и будет еще круче. Поэтому я всех поздравляю с Новым годом, с наступающим и желаю творческих успехов. Неделя дизайна на художественно-графическом факультете проходит уже в третий раз. Самые активные студенты, дизайнеры и художники Витебска, гости города, вместе создают атмосферу творчества и превращают корпус в одну большую мастерскую. Каждый желающий мог посетить выставки работ студентов по направлениям объемный дизайн, графический дизайн, дизайн упаковки, дизайн предметно-пространственной среды. Большую восторг у посетителей проектов недели дизайна вызвали оригинальные светильники, выполненные в различных техниках и из самых неожиданных материалов, мигающие облака для детской или летящей птицелампочкой для гостиной, настенные настольные лампы из подручных средств. Работы, выполненные студентами, являются не только экспонатами выставки, но могут быть использованы и по назначению в интерьерах квартиры или стать необычным дизайнерским решением в производстве. Гофропроект «Мебель за три дня» представил экономичный и практичный вариант обстановки квартиры. На самом деле, реально, что было очень сложно сделать в мебели, это сделать ее работоспособной, то есть, чтобы она выполняла свою главную функцию, чтобы на нее можно было сесть. В принципе, картон ассоциируется с таким материалом достаточно непрочным, но, вы знаете, мы справились. Свои варианты дизайна альбомов известных исполнителей и упаковок для разнообразных вкусных продуктов также были представлены студентами в рамках недели. Разрабатывали упаковку, да, с преподавателями советовались, как вот лучше сделать, чтобы она была удобна, чтобы можно было есть. Даже вот тут сделали влажную салфетку для рук. Арт-прическа, визаж, боди-арт в исполнении студентов художественного графического факультета могли бы быть настоящим украшением модных показов. Мы создаем космический образ из девушки подграповской. Идея космоса и синего цвета, основная идея, это фантазийный макияж. Сегодня в рамках недели дизайна мы воплощаем такие идеи. Для студентов художественно-графического факультета участия в неделе дизайна не только хорошая возможность потренировать свои навыки, продемонстрировать таланты, но и получить специальные сертификаты участников и победителей, лучших из лучших по мнению квалифицированного жюри. Хо-хо-хо! Merry Christmas! Ну, падзей был ошмат у семнадцатым годзе. Пачаток года был таким вельми высоким для меня. Глава державы уручил мне диплом доктора навук. И это безумовно одна из главнейших зья у моем житти. Дожил я и до того, что могу дозволить себе навуковый туризм. А я ше, я у гэтам годзе поставил перад сабою мета, навыц не перад сабою, а перад усим филогичным коллектывам, што филфак павинен быть центром беларускасти у нашей в области. Пагэтаму традицийный фестываль беларускага слова, уже четвертый фестываль беларускага слова, у листопаде прошел у новым формате. И мне здаётся, гэта у нас начинает сбываться. На малой сцене Национального театра разгорнулася школа с театральным ухилом монологии «Петля часу». Сустреча была организована памятью двух письменников в Беларуси Владимира Караткевича и Якуба Коласа. Доктор мастерства знавства Татьяна Катович продемонстровала студентам свою монографию «Мембраны петли часу», якая присвечена культовым постановкам на сцене Драматичного театра по творах «Новая земля» и «Симон Музыка». Поводом для этого разговора является и моя монография, вот она, «Мембраны петли времени», и разговор о Владимире Караткевиче, день рождения которого отмечается в конце ноября, и который имеет очень прямое отношение к нашей области, к нашему городу, потому что он наш земляк. Так само на мастер-классе отбылась размова об спектакле «Мастацкага» керовника театра «Михася Краснобаева» Повод для оповести у Владимира Караткевича «Ладзя Роспача». Молодое поколение отрымало махчымысь поширить свои веды и долучиться до мастацтва. Зрозумело нам цікава сустрыкаться с нашим глядачом, я спадзеюся, вы наш глядач, правильно. А тема для нас была вельми важна, это «Колас», «Караткевич», их присутность у театре, имя Якуба «Коласы». Сустрэча отбылась у межых фестиваля беларускага слова филологічнага факультета. Так само на тыдне отбыліся іншые цікавые мероприемствы, присвеченные любові дародной мовы. Выставка навыковых прац, литературная гасцёвня, посаджэнні кіноклуба, поэтычная пляцовка. Усё гэта было падрэхтавана студэнтамі і выкладчакамі. 2017 год мне запомнился, скорее всего, яркими выступлениями, концертной деятельностью. Я поступила в магистратуру, всё-таки университет не хочет меня отпускать, поэтому решила остаться. Поучаствовала в мисс Дюймовочке в этом году, на шестом курсе, так сказать, решила, всё-таки надо. Заняла первый вице-мисс, очень много впечатлений, но, конечно, самое яркое и волнительное это победа в хит-параде. Мы с ребятами очень долго готовились, было очень много разных идей, но мы воплотили именно одну, чему были очень рады, то, что она действительно достойно получила награду. Самое бурное и насыщенное яркими событиями время для талантливой молодёжи нашего университета – весна. Каждую весну фестиваль художественного творчества студентов хит-парад на протяжении нескольких дней собирает в стенах Витебского государственного университета творческих людей, которые не безразличны к искусству. Хит-парад, ну, во-первых, это битва. Ну, как бы для меня это, для биофак это всегда сражение, мы как бы постоянно боремся за места. Хит-парад – это неделя перерыва от пар, репетиции, учим танцы. Все сразу становятся дружными. Это новые возможности, новые идеи. Для нас хит-парад – это жизнь, это движение вперёд, развитие какой-то интересной темы, допустим, как в этом году. Уникальный век – идейный контент в новом формате. Так звучала тема 16-го фестиваля. Тема, которая призывает идти в ногу со временем, не отставать от технического прогресса, соединять творческие выступления и современные изобретения, что весьма символично в объявленный в нашей стране год науки. Сложно было оценивать вообще, потому что сам недавно был студентом и переживал все те же чувства, эмоции. Художественно-графический факультет раскрасил серые будни современного человека в яркие цвета радуги, подарил по-настоящему солнечный позитив зрителю и членам жюри. Факультет физической культуры и спорта поразил всех юмором и актерским исполнением, за которое был удостоен специального приза юри фестиваля. Студенты юридического факультета размышлили на тему гаджетов и современного творчества, не забывая о вечных ценностях. Факультет социальной педагогики и психологии представил вниманию зрителя загадочную историю, в которой отец и сын поменялись местами, что помогло им лучше понять друг друга и поколение каждого из них. Педагогический факультет развернул на сцене настоящую битву человечества в лице ученых и старых добрых героев против бесчувственных роботов. Конечно же, победила любовь. Факультет обучения иностранных граждан объединял в своих номерах современность и культурные традиции. Факультет математики и информационных технологий построил машину времени и перенес в настоящую обычную девочку из СССР, которая не переставляла удивляться техническому прогрессу. Исторический факультет устроил путешествия по сказкам, продемонстрировав их актуальность в любом веке. Филологический факультет рассказал одну простую историю, или не одну, в которой не было главного героя, а каждый зритель мог увидеть типичную для себя ситуацию в наше время. Биологический факультет вспомнил всеми любимую сказку детства «Незнайка», осовременев и пересказав ее на новый лад. Для студентов нашего университета фестиваль – это не только хорошая возможность проявить себя, но и обрести новых творческих друзей, повернуть опыт и открыть в себе новые таланты. Победителем 16-го фестиваля художественного творчества студентов стал педагогический факультет. Ребята, как ощущения после такой фееричной победы? Здорово, круто, восхитительно, мы рады. Не, это было супер. На самом деле была очень большая конкуренция, потому что я считаю, что каждая команда показала достойное выступление, и это было сильное выступление, но мы даже думали, что мы не займем первое место. Было сложно сочетать, совмещать учебу и наши репетиции, поэтому репетиции было, открою большой секрет, у Питфака было три репетиции. В итоге... Самая главная гетерапевтиция была на концерте. Спасибо вам, ребята! На самом деле из всех забытий очень запомнилась веселая летняя неделя, когда команда ТВУ снимала новую рекламу «Я студент ВГУ». И было очень здорово поучиться ставить опыты, получить новые эмоции и даже немножко дикцию потренировать. И, в общем-то, очень благодарны ребятам за такую возможность стать частью нового проекта. Что такое успех? Оказаться на вершине после упорных попыток добраться до нее и не останавливаться на достигнутом. Для кого-то успех, качественное образование и профессия мечты, возможность реализовывать свой творческий потенциал и вдохновлять окружающих, уйти с головой в науку и покорять новые глубины знаний, приобретая бесценный опыт, стремление за новыми достижениями и желание быть первым в разных сферах. А для кого-то успех — это преодолеть тысячи километров и обрести свою семью. В ИГУ вместе генерируем успех! Входящий 2017 год мне запомнился в большей степени экскурсии ТВУ на студию «Беларусьфильма» в Минск, а также, наверное, основное — это поступление на военную кафедру и открытие для себя нового направления в образовании, такого как получение одной из военных специальностей. Возле стелы воинской славы состоялась торжественная церемония присвоения воинского звания лейтенант запаса и вручения погон выпускникам военной кафедры. Обладателями нового звания стало почти сотня новоиспеченных выпускников. Из уст первого проектора Василия Васильевича Малиновского и начальника военной кафедры Александра Владимировича Медведева прозвучали слова о важности подготовки резерва военных кадров, воспитании будущих младших командиров и офицеров запаса, а также о том, как важно в наше время жить и находиться в мире и согласии. Каждый из присутствующих отдал дань памяти тем, кто более 70 лет назад сражался за свободу нашего города. Более полутора тысяч студентов нашего УЗА за эти 10 лет прошли обучение на военной кафедре. Порядка 700 человек получили первое офицерское звание лейтенант запаса. Соответственно, кто-то из них так и остался служить в запасе. Более 50 человек служат в силовых структурах нашего государства. Военная кафедра Витебского государственного университета воспитывает и готовит будущих офицеров запаса и младших командиров. Целью создания и функционирования кафедры является обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, реализация программы военного строительства, обеспечивающей должный уровень боеспособности вооруженных сил страны, создание резерва военных кадров для местного региона. В этом году отмечается десятилетие полноценного функционирования нашей военной кафедры. За время обучения на военной кафедре я получил бесценный опыт по военной подготовке. Очень хорошо помогали все преподаватели кафедры. Также, наверное, больше всего запомнилось это практические занятия, выезды на полигон. Хочется поздравить в первую очередь преподавателей военной кафедры с очередным выпуском офицеров запаса. И также хочется поздравить всех студентов, которые получили свое первое воинское звание лейтенант запаса. 2017 год для сотрудников библиотеки был годом очень удачным. Потому что начало года у нас было приятное такое событие, мы получили сертификат. За участие в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека года» за ряд мероприятий, проведенных в Году культуры. Плавно перешли в Году науки 2017-му. И, соответственно, вкладу сотрудников библиотеки в общее дело, в повышение рейтинга университета и ряд мероприятий для наших читателей. И уже недавно совсем, наверное, мероприятие, которое все помнят, которое все знают, широкомасштабное мероприятие – это «Ночь библиотек», которое тоже в этом году прошло несколько в ином формате, в расширенном. То есть у нас было много гостей со стороны, которые, в общем-то, ярко провели с нами это мероприятие. После гардероба утро, занятие у дня, для студентов начинается «Библионочь». Мероприятие, подготовленное научной библиотекой в ЭГУ. Пойдем, почитаем? Мероприятие, подготовленное участие, подготовленное участие, «Библионочь». Мы впервые на нем, кстати, на этом мероприятии. Очень интересно, я даже не ожидала, что будет так масштабно. Сегодня у нас будет проходить литературная встреча, мы будем читать стихотворения. Мы представляем площадку Народного клуба исторической реконструкции в Эргенторн и будем показывать здесь интерактивы по фехтованию на рапирах и по фехтованию эпохи викингов. Ой, все очень насыщенно, очень насыщенно, очень вкусный чай. Мероприятие заставило меня вернуться в детство и сделать вот такую вот улиточку. Мы сегодня прям с корабля на бал, только вот закончился КВН и мы уже здесь. На самом деле, поистине прекрасное событие. Арт-осень делится с нами невероятными впечатлениями. Спасибо, конечно, прекрасным нашим культурным руководителям за организацию вот данной недели, прекрасной недели. 2017 год оказался очень наполненным, очень насыщенным на интересные события, на яркие моменты, на запоминающиеся какие-то истории, на интересных людей. Но самым главным, наверное, для нашего факультета явилась именно победа в номинации конкурса молодого студента «Визитка», потому что мы к ней очень долго шли, шли и, наконец, пришли. Десять невероятных, насыщенных фестивальных дней Арт-осень и ВГУ-2017 подходят к своему завершению. О том, кто же стал победителем и обладателем первого в истории университета Кубка Ректора мы узнаем через несколько мгновений. Пятый юбилейный фестиваль сохранил традиции, но и внес множество инноваций. Впервые в стенах университета прошел конкурс грации творчества «Мисс Дюймовочка». Впервые в истории города объединенный конкурс «Мисс и Мистер». Оргкомитет фестиваля учредил переходящий Кубок Ректора, за который в каждом конкурсе боролись все факультеты. На самом деле фестиваль прошел очень интересно, очень порадовал формат мероприятий, особенно «Мисс Дюймовочка», «Мисс и Мистер ВГУ». Было очень интересно, были необычные творческие номера. И я надеюсь, что в последующих годах будет все только лучше и лучше. Довольно-таки неплохо, очень приятно, мне понравилось. Очень много эмоций, это было очень ярко, запоминающееся. И для меня, как для пятикурсницы, это оставит большой отпечаток на моей памяти об университете. Каждый факультет представил очень интересное шоу. В этом году это действительно было очень большое шоу. Концерты просто такие, которых я еще не видел за свои пять лет и даже в магистратуре. Хочется сказать, что большое спасибо организаторам этой недели. Нам очень понравилось, все было прекрасно организовано. Больше всего нам, естественно, понравилось наше выступление. Мы реализовали себя в этом всем, показали, на что мы способны. И надеемся, что вопросики рядом с нашими результатами будут наивысшими баллами. Самый теплый зал, самый лучший зритель. И поэтому приятно было участвовать в этом. И успехов всем в дальнейшем. Конечно же, для первокурсников это наилучшая возможность показать себя. Поэтому у всех только самые наилучшие воспоминания и эмоции от этого фестиваля. Максимально замечательные. Полный багаж впечатлений, как и положительных, так и немножечко отрицательных. Потому что это был огромный труд. Это была кровь, пот и слезы. Но, тем не менее, это были и счастье, и слезы счастья, и прям радость, и улыбки. Все было. Все вместилось в эти полторы недели. Итоги арт-осни 2017 были объявлены на торжественном закрытии фестиваля. В конкурсе выставка «Территория студенчества» дипломом в номинации «Специальный приз жюри» за отражение экологичной красоты белорусской природы был награжден биологический факультет. Первое место разделили художественно-графический факультет и факультет математики и информационных технологий. В конкурсе «Фотографии селфи с преподавателем» дипломом в номинации «Специальный приз жюри» был награжден художественно-графический факультет. Первое место заслуженно получил исторический факультет. В конкурсе «Курс молодого студента» в номинации «Визитка» первое место занял юридический факультет. В номинации «Видеоролик» первое место разделили филфак, питфак и биофак. В общем зачете победителем курса «Молодого студента» 2017 стал филологический факультет. Также талантливые первокурсники были награждены по различным номинациям. В общем зачете Международного студенческого фестиваля «Арт-осень ВГУ-2017» третье место занял педагогический факультет, второе место – факультет математики и информационных технологий. Впервые мы учредили данный переходящий кубок, и в два следующего года, до осени 2019-го, вот этот кубок с дипломом будет стоять в дипломе одного из факультетов. Хочу сказать, что абсолютным победителем фестиваля и первым обладателем переходящего кубка ректора с результатом 125 баллов за все конкурсные программы фестиваля, за все, за все, за все, филологические... Это невероятно, это просто какой-то лучший сон. Кто-нибудь, ущипните меня быстренько, быстренько... Нет, это правда, филлбайк лучший! В первую очередь, хочется отметить, что этот уходящий 2017-й год также прошел на высокой спортивной ноте. Спортивным клубом было проведено и организовано мероприятие очень большое множество конкурсов, мероприятий, соревнований, праздников спортивных. То есть студенты не скучали нашего университета, были все время заняты направлением спорта. Вадим Андреев, студент первого курса, стал призером первенства Европы по боксу впервые. Также команда ВГУ имени Машерова очень успешно выступила в международном кроссе, который проходил в Минске, где участвовало порядка 30 тысяч человек. Достойно представили мы вуз. Также хотелось бы отметить выступления наших тяжелоклетов, которые опять же стали в этом году сильнейшими среди всех вузов Республики Беларусь. В этот замечательный солнечный день 27 сентября в новом спортивном зале ВГУ проходит Спортландия для первокурсников. Отправляемся в гости событий. Победу ожидаем. А как завоевать победу? Ну, нужно очень много приложить усилий для этого, стараться. Ну, мы же спортивные, мы же ФФКС. У нас должно все получиться. Спорт для меня это, ну, это довольно-таки интересный вопрос. Здесь много можно поговорить, но это прежде всего выходы на улицу, занятия на турниках, ну и владение мячиком и хорошо. На самом деле победа была очень простой. Мы даже не почувствовали, если честно. Неправда, мы очень сильно старались. Вы на соперники занятия. В спорной борьбе мы одержали наше первое место. Это только где-то скучно, где 60 лет. Хо-хо-хо, Merry Christmas. Уходящий год запомнился прежде всего тем, что появилась новая интересная работа, новый коллектив, в котором было много интересных людей и новый опыт. А это самое ценное для человека. Вообще, конечно, подводя итоги года, хочется отметить сложную работу команды, команды профессионалов. И мне представляется, что мероприятие, которое было проведено в день рождения нашего университета, отметило лучших из лучших и, безусловно, самых достойных членов этого коллектива. Хотя, конечно же, проигравших в таких мероприятиях не бывают, отмечаются те, без которых дело бы не ладилось. Настолько эффективно и слаженно, как это произошло в 2017 году для Витебского государственного университета. Свой день рождения университет с радостью встречает гостей и принимает самые искренние и теплые поздравления от всех сотрудников, преподавателей и, конечно же, студентов. Дорогой ВГУ, поздравляю тебя с днём рождения. Спасибо, что ты есть. Прецветай долгие года. Радуй студентов. ВГУ, с праздником тебя. Спасибо, что приняла меня таким, какой есть. Я рада, что в нём учусь. Уже третий год. Хочу, чтобы дальше факультеты развивались и творчески, и в научной сфере. Желаю этому университету преданных студентов, хороших преподавателей. С 1996 года моя жизнь связана с тобой. Поэтому желаю тебе дальнейшего процветания, радости, успеха и замечательных студентов, и прекрасных преподавателей. Мы студенты лучшего вуза. Вместе генерируем успех. Вот уже как 7 лет наш университет перешагнул вековой рубеж. 107 непростых, но успешных лет созидания в сфере образования. В свой день рождения ВГУ не только принял поздравления, но и сам наградил подарками лучших из лучших во время вручения специального приза доцента Дистимус в области образования, науки, спорта, творчества и общественной деятельности. Со сцены ВГУ были названы имена победителей в номинациях за вклад в развитие волонтерского движения, молодежного научного движения, студенческого спорта, патриотического воспитания, искусства и культуры. Была раскрыта интрига, кто же стал обладателем званий студент года, талант года, лучший специалист года, лучший руководитель структурного подразделения, проект года и, конечно же, лучший преподаватель. Лучшей гуманитарной кафедрой ВГУ-2017 была признана кафедра прикладной психологии, лучшей, естественно, научной – кафедра химии. Очень приятно сегодня стать номинантом в премии за вклад в развитие искусства и культуры. Это, конечно же, встает новый заряд на новые какие-то успехи, на новые начинания, на новые проекты. И я надеюсь, что в следующем году наш факультет художественно-графический покажет лучшие результаты и будет награждена тоже и лучшая кафедра, и лучший отдел. Поэтому всем огромное еще раз спасибо. И в этот праздник хочется пожелать всем здоровья, творчества, креатива и, конечно, любви. Хо-хо-хо! Мерри Крисмас! Этот год мне запомнился новыми интересными творческими друзьями, послушными, очень усердными моими учениками, рождественским концертом, который проходил в Витебской филармонии буквально вчера. А еще самым ярким событием этого года стало приглашение ТВУ поучаствовать в роли ведущей в проекте «Все и сразу». Это был незабываемый и очень интересный опыт. Традиционно телевидение Витебского университета подводит итоги телесезона в преддверии новогодних праздников. 2017 год для ТВУ был удачным для экспериментов. У главной информационной программы «Все и сразу» появились новые лица. Каждый выпуск вели представители разных факультетов, впервые пробуя свои силы перед студийной камерой. Семь пар за этот год успели побыть в роли настоящих ведущих, волнуясь, репетируя, переписывая дубль за дублем и даря свои улыбки. В 2017 году, так же как и на протяжении всех шести лет, команда ТВУ старалась запечатлеть самые яркие моменты университетской жизни в сюжетах и давно полюбившихся программах «Большой репортаж», «Нас не ждали» и «Вопрос дня». Вы могли смотреть телеверсии практически всех концертов в течение года и наслаждаться прямыми эфирами мероприятий. «Осень» подарила всем студентам великолепный фестиваль «Арт-осень», а нашим телезрителям новую программу «Фестиваль-влог», которая выходила в формате дневников, освещая каждый день проекта. Все старания были осенены по достоинству, и ТВУ в этом году стала призером различных конкурсов и фестивалей. ТВУ стала обладателем диплома второй степени за фильм «Вопрос дня. Молодежный сленг» и победителем в номинации «Лучший репортаж» 11-го межвузовского конкурса студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ-2017». Также ТВУ стала обладателем двух дипломов и памятных призов в республиканском открытом конкурсе любительских фильмов «Я снимаю кино». Третье место в номинации «Реклама» за серию рекламных промо-роликов «Я студент ВГУ» и второе место в номинации «Тематическая программа» за цикл тематических программ «Вопрос дня. Нас не ждали» и «Большой репортаж». В этом году семья ТВУ пополнилась новыми корреспондентами, которые успешно преодолели испытания кастингом и проходят стажировку, пробуя делать свои собственные сюжеты. Медиа-центр ВГУ в этом году подарил всем любителям свежей и доступной информации, написанной простым студенческим языком, новый проект в новом формате. Интернет-газету, ВСУ онлайн. Интервью, лайфхаки, советы, афиши, актуальные новости всегда в вашем смартфоне. Читайте ВСУ онлайн, смотрите ТВУ, присоединяйтесь, чтобы быть в курсе. Таковы были итоги уходящего года для Витебского государственного университета. 2017 год подарил нам много подарков, много новых встреч и теплых знакомств, а также наполнил нашу жизнь невероятными сюжетными поворотами. По традиции пожелаем друг другу всего самого наилучшего в наступающем году. Смотрим самые теплые поздравления с этим зимним праздником. Глубоко уважаемые коллеги, дорогие студенты, примите мои искренние поздравления с наступающим 2018 годом. Этот год символом этого года является собака, и поэтому я всем желаю в этом году приобрести настоящих друзей и приумножить дружеские отношения, которые вы добыли в предыдущих годах. Уважаемые коллеги, дорогие студенты, сотрудники университета, с наступающим новым 2018 годом вас! Пусть этот год будет радостным, счастливым для всех – в семьях, на работе. И пусть в 2018 году все будет новое. Много новых успешных свершений, много новых творческих встреч и много новых достижений. Чтобы Новый год был не хуже года петуха, и будем надеяться, что все плохое останется в старом году, все новое придет. Новый год всем оптимизма, креатива, счастья, любви, здоровья. Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам трудиться, реализовывать себя, стремиться и достигать больших высот. Здоровья, любви и счастья вам и вашим близким! Я поздравляю всех с Новым годом, с наступающим! Это год очаровательной желтой собаки. И я всем желаю творческих успехов. Все найдите свой путь и раскройте себя. Чтобы поменьше было печальных каких-то моментов. И также хочется, чтобы побольше весь наш коллектив занимался спортом и физкультурой. Желаю прежде всего всем своим любимым студентам и неюбимым тоже сдать сессию. Успешно, с первого раза, без пересдач. Тепла, уюта, здоровья богатырского. Чтобы близкие были рядом, всегда рядом. Мы желаем вам счастья и счастья Новый год! Друзья, с Новым годом! С Новым годом! Я желаю вам веры в себя, оптимизма и хорошего настроения. С Новым годом! Добра, мира, света и процветания во всем! С Новым годом! Будьте счастливы! Пусть все пожелания обязательно исполнятся в 2018 году! Друзья, мы присоединяемся к добрым и искренним словам поздравления, а также желаем вам настоящего счастья и побольше прекрасных моментов! Кстати, все сюжеты, которые вы сегодня увидели и те, которые остались за рамками программы, вы можете найти на нашем YouTube-канале, а также в группе ВКонтакте. А еще новогоднее настроение вам обязательно подарит специальный праздничный выпуск нашей интернет-газеты ВСОнлайн. А еще следите за новостями в нашем Instagram. Присоединяйся, будь в курсе! Дорогие наши, пусть этот праздник будет для вас мандариновым, снежным и волшебным! Обнимите своих близких! И скажите, как сильно вы их любите! А мы любим вас! Друзья, с Рождеством и Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова